Хей, ватсап, ребят! Меня зовут Леша Майсак, это Стан, Дима. И сегодня LN Team для нас подготовила очередное испытание, о котором мы знаем только одно, что нам надо сесть на этот вот стул. И все начнется. Так, ну что, пацаны, кто будет садиться? Не знаю, я вот не хочу туда садиться. Ну, я тоже на такие дешевые стулья не сажусь. Ну, просто смотрите, если мы сядем, то тут есть какой-то подвох. Может быть, там, динамит, или мы сядем, там, перевязывая веревочка, и на нас что-то упадет. Короче, я не хочу. Может, мы себе просто накручиваем и все? Реально, мы накручиваем. Давай, Дима, сядет Алексей. Да. Ну ладно, раз вы такие трусы, то я сядю. Давай-давай. Так, ну вроде бы ничего не предвещает беды, ладно. О, видишь, все нормально. Игра начинается. Вам необходимо выполнять задание за одну минуту. Тот, кто сидит на стуле, не участвует в раунде. А те, кто стоят, соревнуются друг против друга. Кто не справится за одну минуту, на того выливают какую-нибудь еду. Побеждает тот, кто останется чище. Он получит тысячу долларов. Вот так, вот чем был смысл испытания, кто чище всех останется. Но, видите, самый смелый пропускает раунд. А мы пойдем проходить раунд. Мы сейчас, походу, будем грязными, если не выполним это испытание. Да. Ну, Дима, смотри, если что-то будет падать, ты можешь это съесть. Так как вылезал. Да, если там будет, не знаю, что-то жидкое. Я мерч испачку, мерч. Ну и что? А, ладно, новая коллекция же есть. Ладно, ничего страшного. Придумаем тактики, короче, пошли. О, смотрите, кто это идет. Что это внутри нас куча вещей? Ну, там еще и военная какая-то форма непонятная. Может быть, кастомом будете заниматься? Ну, походите, подходите. Реально, выбрать какой-нибудь шмот новый для себя, анима? А, может, реально новый лук чисто прикинуть такой? Опа, как я выгляжу? Реально, а ты реально крутой. Внимание, правило. В этом раунде побеждает тот, кто за одну минуту наденет на себя как можно больше вещей. Отчет времени начнется прямо сейчас. Начали! Опа, давай, напали челлендж, мам, выбирайте. Борьба, 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 жестко. Все подряд надеваем, вообще непонятно как. Сан, сколько ты уже наделал? Мало. Я уже 5 вещей наделал. Да подожди, я сейчас угоню. Да не обгонишь ты, у тебя уже нет шансов. Я тебя уже обогнал. Да-да-да, конечно, поговорим. Давай самую большую уберем. Размерчик побывай. Димас, вообще как быстро надевается, не то, что ста. Так, Димас, ты лучше не болтай, делай дело. Опа, смотри, зеленая маечка, Дима, как тебе такое, а? Опа, еще одна маечка. Опа, еще одна маечка. Опа, еще одна маечка. Я себя чувствую, как у дебилдера. Я не знаю, мы парни и показали им, как это делается. Правильно. А сейчас подведем итоги нашего испытания. Стас, ты будешь первым. Давай, пошел. Так, умеешь считать до бесконечности? Давай, давай, считай. Блин, интересно, а если у нас одинаково будет, то будем делать. Тогда нас двоих обольют. Два, три, четыре. В смысле, четыре? Ну вот. А, да, три, четыре. Эээ, что-то уже многовато, многовато. Ну реально. Пять, шесть. Эээ, что так много? Я в секонд-хенде только так залетал. Это уже седьмая? Семь. Жесть. Восемь. Не-не, не считается. В смысле, давай-ка послушаем палача. Не считается. Считается? Ой, видал, Дима, считается. Так, я уже забыл. Да в смысле считается? То есть не одежда. Ребята, вы реально пишите в комментариях, галсток это одежда или нет? Да вообще какая-то непонятная. Ну, это ведущий решет, уж не мыша. Десять. А, ну и одиннадцать. Одиннадцать вещей у тебя, да? Да, да. А теперь ты готов к проигрышу. Давай, братан. Давай, покажи. Минимум пятнадцать сейчас будет. Давай, давай. Считай. Смотрите, как разносят генерала просто. Раз. Раздевайся. Два, три, четыре, пять, шесть. Да у него вообще не заканчивается прикол. Семь. Нет, все, уже концовочка. Восемь. Десять. Что ты играл? Десять. А, ты это что считаешь? Одиннадцать. Двенадцать. Нет, подожди, Дима, была победа, кто больше наденет? Тринадцать. Зачем ты разделся? Ты больной? Все, я выиграл. Кто больше наденет? Я надел одиннадцать, а ты надел десять. Да это тоже вещь. Считается? Ты снял. Ладно, давайте Палач решит. В этом раунде победил Стас. Я ж говорил, зря ты разделся такова. Я ж занервничал, пацаны. Дима, тебя ожидает комната на Казани. Да, да, понятно. А может сейчас где-то идти? Интересно, что там за комнату на Казани. Я сейчас не знаю. Удачи, братан. Это несправедливо, галстук это не одежда. Как галстук может быть с одеждой? Как? Ты этому этому заучу в школе скажи, он тебе объяснит, что это часть одежды и надо быть всегда в ней. Да, лучше знаешь, что сделать? Подойти к этому Палачу и вот ему скажи, а? После видоса я ему так скажу, я ему этот галстук, я не знаю, куда засуну. Он так же говорил и про качкатов, вы помнишь, да? Да, ребят, а меня этот галстук спас. Ну, Димас, что я могу тебе сказать? Возможно тебе повезет, а возможно и нет. Мы сейчас это узнаем. Димас, ты был очень смелый воин. Да, удачи тебе, братан. Я надеюсь, что не будет, не знаю, что-то жесткое. Боже мой, спасибо, спасибо всем, кто придумал галстук. Ребята, вот реально, галстук это не одежда. Ну, поддержите меня. Давай, Дима, уже ничего не вернешь. Ой, запашок, конечно, очень, не очень. Ну, как тебе больше по вкусу? По вкусу вкусно, я думаю. Соли не хватает. Ну, реально, ты же распробовать успел? Да. Ну, выглядит очень противно, мне кажется, ты проиграешь в этом челлендже. Еще поживем и видим. Погнали дальше. Ребята, тут творится настоящая жесть. Челлендж только начался. Один уже сток на голову оплит борщом и непонятно во что. Что с нами будет дальше, никто не знает. Я надеюсь, что к концу испытания мы все останемся живы. А то, если на нас выльют какую-нибудь кислоту, мы не живы. Мне кажется, ему там сметанки не хватает. И без вашей поддержки нам, конечно же, вообще никак не обойтись. Поддержите нас лайком, для нас это сейчас очень сильно важно. Ух, ну стремно, я не хочу туда залететь. Я тоже. Я буду все делать, чтобы победить. Ребята, в первую очередь поддержите меня лайком, потому что это очень жестко. Да, Димас, ты выглядишь прямо как серийный убийца. Знаете, что мне напоминает этот запах? Что? Вонючую машину, вот что, кислый борщ. А он кислый? Да! Блин, не повезло, ну ладно, нам тоже не повезет, наверное. И что это? Да, мне это нравится больше. Скорее всего, это острые чипсы? Ну да. Надеюсь, нам не придется их есть, потому что у меня сейчас проблемы с желудочком. Вот, Дима, закуси, брат. Эй, ну уйди, ну что это нечестно? Давай смотри, как соус от себя оботри, вот так вот. Ты что такое? Куда? Что такое диванство? Дима, все хорошо. Удачи, пацаны. Правило испытания. Вам необходимо быстрее соперника съесть всю тарелку чипсов. У вас там до сих пор или ты с ума сошел? Давайте! Есть! Ну что, ты готов? Блин, ну я вообще не знаю. Если за минуту никто из вас не справится с заданием, то в комнату наказаний вы отправитесь вдвоем. Они с ума сошли вообще? Время пошло. Засмотрите на этих, не знаю, сурикатов голодных, которые готовы порвать все и вся. Не, это пипец. Паспали? Какая Дима, слышишь, реально? Дима, слышишь? Хитрый жук. Что творишь? Видите, как хитрит? Ну ладно, давай решим. Раз, два, три! Время вышло. А можно холодный и вообще любой воды? Да, пожалуйста, водички. Мне кажется, у меня ожог рта. Ну что, тебя проводить в эту комнату? Нет, Дима, спасибо, я дойду сам, братан. Давай, погнали. Да не надо, я сам. Проиграл Стас. Серьезно? Ну реально? По-другому мы бы не разобрались. Это да. Все, я вошел, пацаны. На самом деле, в этой комнате сидеть еще страшнее, потому что здесь куча борща, все скользкое, вонючее. И, пацаны, я прям трясусь вообще, жесть. Ну, знаешь, самое страшное, мне кажется, потому что ты не знаешь, что от тебя вылезет. Да я вообще не знаю, и поэтому, блин, он же дрожит, дрожит. Да я вообще дрожу. Ладно. Давай, даже мухи летают. Да, всё, прости меня. Что там?! Что это?! Лапке мальчик получается? Что это, пацаны? Блин, я на самом деле не знаю, что жестче. Мед или порч. Это просто минус волосы. а ума ты меня вымазал смотрите что сделал да смотри очень больше запад борщ с медом ну как вы поняли я в меде и это очень противно но не так противно как больше потому что он сладенький и хотя бы можно перекусывать иногда ладно пацаны вы тут говорите я пойду пока выйду отсюда ну ладно ладно я не проиграю вот и все да пацаны теперь я стал супер сладким мальчиком и эта одежда от меня никогда теперь не отлипнет ну нормально не можно быть не менять больше ну будешь всегда сладким мальчиком конструктор ничего не понятно пока что сейчас узнаем правило раунда за одну минуту вы должны построить башню из конструктора чья башня окажется выше тот и победит время начинается через одну 1 2 поехали давай димас покажи ему димас я в тебя верю дима 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 а вот алексей хитрец а а я тоже дима просто на пол положи и собирай на полу так 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 а сколько у вас времени есть да я ведь вообще как можно быть быстрее я не понимаю это у него вообще огромное нет так стоп теперь самое главное пацаны поднять ее чтобы она не упала о вам придется здесь отпустить и сейчас башня разрушится больше тот проиграл дима придерживай придерживай ой 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 и вам Не обижайся, ты уже все равно есть грязный, тебе нечего терять. А мне есть что терять. Если ты расстроился, можешь облезать руку. Она сладенькая хотя бы, а не такая кислая, как с тобой. Я вам отомщу, реально. Спасибо. Пока. Алексей, прошу вас в бокс. Димас, удачи тебе. Да, давай, братан. Ну, как говорится, после борща жизнь уже та. Интересно, чем приправят борщ? Не знаю. Может быть, яйцами или чем-то еще похуже. Не знаю, братан, ты лучше о себе беспокойся. Реально. Ты ничего меня касаешься? Ты потеряла парень. Тихо. Я готов. Готов? Я готов. Он уже готов. Кто там будет, что? Оооо. Кто это, моя? Сметана. Борь, со сметанкой, Дима. Димас, тебе как будто чайки, ну, пометили. Реально. Ну, Димас, тебе повезло в этот раз. Всем мимо. Сметанка с борщом. Она кислая. Просрочная, скорее всего. А ты думал? Да все. Ну, знаете, ребята, после борща, это уже что-то легкое. Я думаю, что я уже все выдержу. Потому что, ну, что такое сметана? Сметана, это не повар. Мне кажется, вот этот палач, он повар, и он специально готовит из нас какие-то блюда, чтобы потом подать кому-то. Блин, реально, Димас, ну ты борща сметаны испорчаешь. Да. А я вот мед, а с чем мед? С бутербродом каким-нибудь, с хлебом. С чаем, приклеить чай. С мукой. Ладно, ты уже, реально, я себе подумал. Ну, подумал. Смотрим, что он из тебя сделает. Посмотрим. Так, Алексей, ты единственный пока что чистенький, но я надеюсь, что Стас в этом раунде выиграет тебя. Дима, братан, не волнуйся, сейчас все исправим, и он пойдет в бок. Давай кулачок. Не, ну это предательство какое-то, заметили? Заметили? Предатель, это ты. Спокойно, нас съедание должна ссорить. Поэтому, Алексей, сейчас пойдешь в бок. Хорошо. Ради вас. Подамся тебе, так же быть. Давай. Сырая картошка, ты понимаешь? Ну, и что? Ну, сейчас узнаем. Эй, ведущий, ведущий, что делать? Внимание, правило. Ваша задача почистить картофель быстрее соперника, не используя подручных средств. На все про все у вас будет одна минута, которая начнется прямо сейчас. Подчищена. Понятно. Так, стоп, а у тебя... У нас разные картошки. Дима, а что-то здесь не так? Ну, ты проиграл, вот что это значит. А почему ты не скажешь, что такая картошка сложнее чистится, нет? Нет. Она одинаковая. Я думал, она будет сырая. Так я тоже, я сейчас думал зубами, как вот так пойду, как рот, знаешь. Да, Алексей, тебе везет сегодня, жестко. Да, ну когда я понял, что она мягкая и не мокрая, начал вот так делать. Повезло, реально. Да, Стас, ты реально меня подвел. Ладно, Дима, давай ты меня не подведи, а? Да все, в следующем раунде, я не знаю, я просто его буду обнимать и делать челлендж. Дима, ты вообще... Да. Димас, Димас, вообще делай все, чтобы он просто... Да все, реально, я буду все методы, я буду его мазать. Да, да, обнимаю. Нет, я считаю, что это томатический проигрыш. Касаться участников нельзя. Ведущий так не считает. Да, кстати, ведущий так не считает. Нет, я считаю. Не знаю. Я считаю, тогда... Сейчас, обними его, возьми, Дима. Нет, сейчас мы не сражаемся, а вот когда челлендж будет, тогда... Все, Димас, давай, я в тебя верю. Не получилось. Я бы на этом месте хотел оказаться, но кажется, сама судьба мне заблаговарит, что я не должен быть. В следующем раунде ты окажешься там. Поверь мне. Ну, понять жутко, просто жутко. Блин, ребят, я весь в кетчупе, и это безумно противно. Если не хотите оказаться на моем месте, то скорее сделайте красную кнопку под видео серой. Сделали? Молодцы. Тебе хана, понял? Ну, не знаю, что сейчас будет, возможно, и хана. Да все, что будет, тебе хана. Ну, ладно, давай, посмотрим. Я тебя разнесу просто в щепки. Внимание, правило. Вам необходимо перестоять соперника в планке. Димас, здесь поровну все. Какой поровну? Я давно не... Дима, не сдавайся, ты сможешь, давай. Ладно, ладно, все, я смогу. Смотри, я очень давно не занимался спортом. А я что? Так же, как и ты. То есть у нас все поровну. То есть у меня будет живот после чипсов. Только я вяжу 70, а ты 60. Внимание, раунд начнется через 3, 2, 1. Погнали. Давай, погнали. Раз, два, три. Ну что, как дела? Дима, эконом силой и движи вот так. А с тобой, Лёх, можем пообщаться, хочешь? Кстати, как у тебя дела вообще? Ты как себя чувствуешь? У тебя в планке нормально стоят? Ну так. Как дела вообще? Как планка стоится, нормально? Алексей не хочет разговаривать. Он претендент на победу. Ладно. Дима, давай. До последнего, держи, Дима. Дима, давай до последнего, рви. Рви его просто. Дима, держи до последнего, до последнего. Я в тебя верю, братан, давай. Не сдавайся, Дима. Давай, Дима, держись. Не зря ты столько терпел. Борща, сметаны, не зря. Держись, Дима, держись. Блин, ребят, они уже держат планку, я не знаю, сколько минут. Много. Я уже устал. Это же не планка, судья. Да все планка, все планка. Я считаю, это не планка, я могу так вечно стоять. Так стой. Ну ладно, я могу так стоять. Дима, держись, Дима. Димас, ну чуть-чуть не хватило, вообще капельку маленькую. Ты его выдохнул. Ну тут сыграла планка злую шутку против тебя, Димас. У тебя плюс майка мокрая, тяжелая во всех соусах. Дима, вообще, все, ему ничего не нужно, это же здесь дело. Он просто отключился. А, блин, интересно, видно, какие у нас следы остались или нет? Ладно, Димас, что, тащим тебя или сам дойдешь? Ну, Димас, прости меня, пожалуйста. Но тут все честно. Иди в жопу, я... Он жестко злой, походу, вообще. Тихо, Димас. Дима, успокойся, ты повар, ты находишься рядом с едой. Это продукт. Да сходишь в душ, все смоешь, нормально будет. Потом сходим в душ по очереди, и все будет нормально. Ладно, это повод, что надо худеть и заниматься. В следующий раз? Да. Показать. Ты бы еще долго держался, я реально в шоке. Просто респект, Димас. 70 килограмм – мой. Ну, потому что еще бы минуту. Все, я бы вышел. Реально, все, вышел бы. Приправили супчик с помощью макарон. Дима, стой, не сбрасывай, у тебя такая же у нас, как у меня будет. Не, нормально, реально вермишель чисто. ну димас повезло это не соус ладно да на самом деле это какой-то показался для меня хороший 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 говорит понравилось может и всегда будет проигрывать нет все ладно погнали дальше знаете а вам идет я тоже хотел так выглядеть но кажется не получается мне кажется только что лапши мне на уши кто-то навесил все честно никакой лапши нет все давайте готовиться к следующему челлендж ну тебе повезло я уже подустал по течению сейчас победить будет очень сложно ладно что нам дальше следующий интеллектуально не люблю вопросы это всегда так скучно на им повезло повезло его правило вам необходимо по очереди называть марки машин такой ситуации ему нечего терять а я могу растеряться и забыть все как было в бассейне ладно буду смотреть на губы дима небо давайте без этого первым начнет стас 3 2 1 мазда бухгатти бмв ламборджини тойота феррари мерседес лада джигули польсваген хонда да не смотри на него лога смотри на него смотри на меня глаза что же сказал логан шевроле джили феррари это было так как я вообще не шарю за понятно что мы ультра грязные с тобой будем этом ролике поэтому уж сейчас быстренько обманутся и пойти мыться в душ и все ладно погнали а еще кое-что понимаете не интересный как сговоре твою против меня одного ну ладно ничего страшного я бы бороться один стас как ты включение не можешь знать марки автомобилей ты же мужчина каждую с ним давай лучше про баскетбол поговорим я все тебе расскажу ладно пацаны все давайте я жду своего наказания а я прям банковал что макароны будут с этим с мукой а ты в курсе что мука очень плохо отмывается и в комочках комочки я не понимаю зачем стаканчики тараканы походу легко собирать внимание правило за одну минуту вы должны собрать как можно больше тараканов себе в рот какой рот какой рот шутка ваш стакан ладно ну стакан это еще куда не шло начали это время начнется через три две одну у него димочка да ты красавица а давайте давайте пацаны давайте блин дима борется как последний раз давай дима только не рассыпь пожалуйста внимание результаты лёша собрал сто семь тараканов сто семь тараканов у тебя было примерно столько же повязала ну повязала там вообще вот столько сейчас момент истины дима собрал сто два таракана сила я почувствовал энергию ци я выдержу стас какое же это наслаждение когда лёша сидит в этом боксе да это такое облегчение сейчас ну что как тебе но я понимаю только одно то что на меня сейчас выльется что-то но но я жду звербавки оааа как ж это классно какой вкусный вау это сгущенка оказалась а не желтой самое жесткое самое жесткое что я ничего не вижу потому что мне в глаз затекло ладно мне кажется он хочет посидеть один да оставим его на едине с собой да лену запаху молоко а молочный а так это даже не вареная сгущенка понятно я могу сказать одно я живой-то девушка реальность это единорожка то что мы с тобой остались первый раз боимся подним сюда во второй раз давай как говорится поживем руки если даже проиграем то мы всегда будем друзья конечно конечно первым я тебя выиграл это сейчас второй будет ну я щас выиграю давай о кола попить колу внимание правило вам необходимо за одну минуту открыть колу без помощи рук время пошло ну что ж ребята если проигрывать то проигрывать достойно я готов хорошие слова да классно молодец все дима мучения закончились пару желточков белочка получил все реально погнали быстрее мыться надо посмотреть кто более грязно выглядит понятно что ты выиграл все кто проиграл все я проиграл все ты признаешь что ты проиграешь да я достоин то есть ты лох нет я просто проиграл я как говорится проиграл битву ну а вы ребята я уверен что вам понравился этот ролик и вы обязательно должны поставить за него лайк подписаться на канал написать комментарий крутой и конечно же с вами мы уже видимся в следующем всем спасибо за просмотр мы пошли отмываться но вам хорошего дня всем пока пока